Всех приветствую, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами я, LEGO Style номер 1. И сегодня у нас грандиозный такой выпуск, аж на два видео, то есть на две части. Это все самоделки LEGO Style номер 1. В каждом выпуске будет 5 самоделок, поскольку сейчас, на данный момент, у меня их 10. Итак, давайте начнём. А перед тем, как начать, хотела ещё сказать, что мы будем в основном рассматривать какие-то дизайнерские решения и конструкцию тела. Итак, самый поздний у меня это Shell, или же Панцирь. Итак, ему уже целых полгода, а он стоит неизменный на полке. Давайте посмотрим. Кстати, это первая самоделка моя с самодельным телом. То есть полностью самодельным. Итак, рассмотрим, что же. Тут мы видим вот такую конструкцию, то есть даже не так уж и убого, там без дырок и всё такое. Хотя это вообще первое нафиг тело самодельное моё, то есть первый образ. Конечно, в плане дизайнерских решений тоже довольно прикольно. Вот этот шип, сзади броня, как у черепашки ниндзя сделана. А вот ноги ужасны. Мы это можем заметить. Они диспропорциональны и выглядят, как у тёзки. Вот, то есть здесь вообще ничего не закрыто, а здесь огромный вот такой вот блок. Это выглядит убого. Да и спереди его ноги тоже выглядят убого. Итак, это панцирь. Ещё раз повторяю, ему полгода больше всех. То есть вообще больше всех. Итак, что же. Он мне тоже довольно сильно нравится. Вот только ноги, особенно корень не очень. Ну ладно, давайте посмотрим, что же у него есть в руки в виде пушек. Итак, конструкция тела. То есть вообще тут есть такой большой довольно-таки проём. Рюкзак, который можно открыть. И вот такая конструкция, в принципе, без дырок. Вот. А вот так выглядят ноги, то есть уже намного лучше. Я вот понял, как делать их и сделал что-то. Хотя и детали затратно. Вот прям очень детали затратно. Теперь посмотрим на следующую самоделку. На Кордос. Кордос очень странная и высокая самоделка. Итак, что же я могу о ней сказать? Она мне, ну, в принципе, нравится. Но сделана она не так хорошо, как прошлые самоделки. Потому что дыры имеются, да и горб есть. Причём он просто очень огромный и обвисший. Давайте посмотрим. Итак, поднимем руку и посмотрим на тело. Итак, я ошибался. В нём почти нет дырок. Но мне, ну, многим не нравится этот огромнейший, 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 огромнейший горб. Кому-то нравится такой стиль, кому-то он вообще не нравится. То есть это на любителей. Да и ноги, а особенно бёдра, очень странно закрыты. А тут вот такие какие-то непонятные элементы. Вот. Да и, в принципе, вот эта вот конструкция бёдер, она новая для меня и очень странная. Ну, реально, она очень странная. Вот. Даже не знаю, буду я разбирать эту самоделку в будущем или нет. Но, по крайней мере, у неё больше, скажем так, на это шансов, то есть на разборку, нежели чем у Фейдера или Панцера. Далее идёт самоделка, которую я разбирать не буду ещё очень и очень много времени. Все самоделки, которые я вам показал, да, вот это вот самое моё любимое из всех, которые я вам сейчас показываю. Вообще, мой самый любимый, самая любимая самоделка не эта. Вот. Кстати, если вы заметили, я показываю вам их по выходу. Но были ещё четыре самоделки, которые я забрал, поскольку они являлись шлаком. То есть, да, там не все будут самоделки. Так вот, давайте перейдём. Мне очень нравится, как... Ну, мне нравится маска, которую я сюда прислала, то есть от Хорда и Кавакамы. И маска, не помню, как его зовут, которая на плече. Ну, вот конструкция тела, она очень-очень и очень-очень и очень-очень странная. Давайте посмотрим. Во-первых, там есть дырки. Во-вторых, голый техник. Вот здесь вот особенно виден он. Да. То есть, вот. Тело, конечно, не самое удачное, но, слава богу, руки как-то это закрывают. Кстати, ноги основы CBS, но вот здесь они довольно неплохо прикрыты. Конечно, вот это вот жесть, но делаем вид, что вы это не видели. Вот. Ещё также эпичности ему придаёт его оружие, висящее у него на руке. Следующий это Экиму, и он последний в этом выпуске, потому что я не хочу делать выпуск на 12 минут, поскольку памяти в айпаде у меня мало, и тупо может не загрузиться видео. Как-то так. Потому что и вот с Starfighter и Сезитина я просто намучился, я его выкладывал день где-то. Ладно, давайте посмотрим на Экимку. Да. Он немного изменился. Да. Самый внимательный заметит это. То есть у него там рука поменялась немного, то есть она типа стимб... Ну, не знаю. Типа он дотронулся до Макута или что-то типа этого. И вот здесь поменялось. Значит так. Здесь конструкция тела довольно хорошая. Есть дырка. Вот здесь. Довольно большая. И есть еще одна дырка. Вот здесь. А так, в принципе, тело нормальное. Вот. Что же мне в нем не нравится? Ёлы-палы, что-то открепилось. Мне, во-первых, нравится вот это. Во-вторых, не нравится вот это. Вообще не в тему. Вот. Да, и ноги на самом деле... Ну, они в принципе нормальные. Да. В принципе. В принципе. Вот. Кстати, ноги сзади тоже довольно хорошо сделаны. То есть Экиму тоже я его не хочу разбирать вообще в принципе. Вот. Поставим его лицевой стороной. Итак, первая часть закончилась, поскольку обозрелы пять самоделок. Да. И в следующем выпуске тоже будет как раз таки пять. Потому что у меня их на данной моменте десять не считает Титана Лего Стайла. На этом все. С вами был Лего Стайл номер один. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. До скорых встреч. А именно до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok